26 мая у 11-классника Андрея первый экзамен – литература. Конечно, переживание дает о себе знать. Именно сейчас ему хочется как можно больше выучить, прочитать, прорешать и устранить пробелы в знаниях. Хотя времени осталось немного, школьник все-таки старается не поддаваться панике и не впадать в крайности. Андрей философски подметил, что ЕГЭ – это только один из этапов в жизни 11-классников. ЕГЭ – не конец жизни. Это очень важно. Но, во-первых, его можно пересдать. Во-вторых, существует много профессий, куда ты можешь пойти, окончив среднеспециальное образование или даже не получая высшего образования. Нужно относиться к ЕГЭ абсолютно спокойно, потому что это экзамен, который проверяет твои знания. И если ты учил, скорее всего, ты сдашь хотя бы на минимальный балл. Накануне экзамена можно еще раз пробежаться по основным моментам учебного материала, повторить то, что вызывает трудности. Но вот наверстать упущенное за несколько дней до экзамена вряд ли получится. Плюс это принесет дополнительный стресс. Лучше накануне экзамена немного отдохнуть и настроить себя на позитивный лад. За неделю лучше хорошо поучить. А за день до экзамена я бы советовал не заниматься вообще предметом. Выйти погулять, подышать свежим воздухом, пообщаться с друзьями, настроиться как следует. Нужно понимать то, что если ты не напишешь экзамен, вдруг такое произошло, ничего в твоей жизни такого существенного прям не произойдет. Ты можешь переписать экзамен через год. Как только вы переступите порог аудитории, постарайтесь сосредоточиться только на выполнении экзаменационных заданий. Начните с самых простых для вас вопросов, чтобы размяться и оставить побольше времени на решении сложных задач. Не пренебрегайте черновиком. Так вы можете избежать досадной ошибки в бланке. Могут попасться задания, которые ранее как-то не освещались в сборниках, например, или еще где-то. Но все они строятся на одном и том же типаже задач. То есть, если человек до этого как можно больше вариантов прорешал, то я думаю, что ему под силу будет все-таки хоть как-то, но решить задачу. Главное – отгонять от себя негативные мысли и найдите поддержку у друзей и родственников. Их добрые пожелания помогут справиться с волнением и неуверенностью.